Здравствуйте! 28 сентября мы с вами отмечаем день рождения нашего региона. Новосибирской области исполняется 80 лет. В этот день, в 1937 году, постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Эта дата и считается официальным днем образования области. В связи с юбилеем предстоят масштабные празднования. Однако это не обойдется одним днем. У нас в течение всего года проходят мероприятия, посвященные этой дате. И сегодня говорим о том, какие наиболее яркие и интересные молодежные мероприятия проходят и предстоят. Это отдельная тема и гость студии начальника управления молодежной политики Новосибирской области Андрей Безглимер. Андрей Викторович, здравствуйте! Добрый день! Давайте сегодня я предлагаю нам с вами анонсировать действительно какие-то наиболее яркие мероприятия, а также подвести некие итоги по тому, как мероприятия эти самые уже идут у нас с начала года. У нас каждый год на самом деле проходит множество мероприятий, но в этом году большинство из них посвящены 80-летию Новосибирской области. А в чем, так сказать, юбилейность этих мероприятий? Чем они отличаются от каких-то аналогичных, которые были в предыдущие годы? Ну, нам бы хотелось, конечно, в юбилейный год, 80-летие нашего региона, рассказать молодым ребятам вообще об истории Новосибирской области, о тех традициях, которые уже сложились на нашей территории. Конечно же, рассказать о перспективах, но и самое главное, вообще просто познакомить молодежь нашего региона с нашей большой областью, потому что, к сожалению, молодые люди плохо знают и географию нашего региона, и историю, и тех людей, знаменитых людей, героев, которыми можно гордиться сейчас, и уже которые вошли в историю. А вот скажите, мнение самих молодых людей, граждан нашей Новосибирской области, насколько учитывается в планировании вот таких мероприятий? Ну, если считать именно молодежные мероприятия, то мы точно можем сказать, что у нас есть такой лозунг «Ничего без молодежи», и основа вообще наших мероприятий лежит именно инициатива, которая родилась именно у молодых людей. Наша задача уже поддержать эту инициативу. Конечно, отчасти есть проекты, которые мы поддерживаем уже традиционно, это тоже очень, так скажем, системная работа просто-напросто, но самое основное – это «Ничего без молодых людей» и поддержать их инициативу. Давайте уже перейдем к самим мероприятиям. Расскажите, пожалуйста, чем будет интересен молодежный губернаторский бал, который у нас планируется, если не ошибаюсь, 18 мая? Да, 18 мая в концертном зале «Кацем» пройдет губернаторский бал. Это на самом деле знаковое мероприятие. В этом году нам будет 10 лет, как организуется губернаторский бал на территории нашего региона. На самом деле это мероприятие призвано еще раз акцентировать внимание на молодых, творческих, инициативных ребятах, самых достойных. Это студенты, это обучающиеся средних специальных учебных заведений, это работающая молодежь, это, ну, можно говорить, будущее и настоящее Новосибирской области сейчас. Именно губернаторский бал мы делаем тематическим. В 2015 году он был приурочен к празднованию Великой Отечественной Победы. В этом году это 80-летие нашего региона. Через фотографию, через активности, через проведение всех всевозможных флешмобов, мастер-классов на этом губернаторском балу мы будем проводить именно через историю нашей Новосибирской области, через ее перспективы, каким образом молодой человек может уже сейчас повлиять на развитие нашего региона. Как он себя видит? Может быть, кто-то подчерпнет историческую значимость нашего региона, кто-то уже определит определенный путь своего действия в дальнейшем. Андрей Викторович, вы сказали, что там будут участвовать самые достойные. Действительно, на таком мероприятии чествуют лучших из лучших. Кто они лучшие из лучших? Как таковым стать? Так как у нас молодежь в разных направлениях лучшая, можно это гордо говорить, здесь будут поощряться по определенным номинациям. Это и творческая инициатива, это спортивная, это образовательная деятельность, это деятельность вообще в сфере добровольчества, общественных организаций, реализации государственной молодежной политики. То есть по разным направлениям будут выбраны лучшие, которых наградит губернатор своими благодарственными письмами, которые войдут в книгу-летописи, которая ведется уже на протяжении 10 лет. А вы же наверняка бываете на каждом таком мероприятии, каждый год. Какие эмоции вы испытываете, какие наблюдаете со стороны участников? Вот здесь эмоция гордости, она с двух сторон. Я чувствую гордость за тех ребят, которые приехали сюда, ведь это же не только город Новосибирск, это все районы Новосибирской области. Это работающая молодежь, которая уже достигла определенных показателей, которых уже отметили на своем муниципальном уровне, которых делегировали сюда. Это обучающиеся высшей школы, среднеспециальных учебных заведений за те достижения, которые они сделали в своем коллективе. Их отбирают, отбирают уже в своем коллективе. Я вижу ребят, которые на самом деле, у них горят глаза. Им очень интересно пообщаться со своими же, ну, с одной стороны, с верстниками, а с другой стороны, они же разные, они в разных направлениях. Они встречаются на мастер-классах, они фотографируются вместе, узнают, знакомятся. То есть это одна большая семья молодых людей, которым удостоилась такая честь побывать на губернаторском балу. На самом деле здесь ведется подготовительная работа очень большая. Уже сейчас проходят мероприятия по подготовке к танцам, по представлению своего учебного заведения, по отдельному, так скажем, плану подготовки этого большого, на самом деле мероприятия. Порядка тысячи молодых ребят примут участие в губернаторском балу. Замечательно. Вот у нас недавно буквально завершился областной слет военно-патриотических объединений. Расскажите, как это проходило? Да, вот совсем недавно прошел слет юно-армейского движения. Это порядка 300 человек уже, которые приняли присягу, которые активно реализуют данное направление на территории региона. У нас уже в Сузумском районе и в городе Бердске открытое отделение юно-армейского движения. Буквально до конца года еще порядка семи районов и городов Новосибирской области присоединятся. Это возможность подвести итоги у ребят, ребятам за 2016 год было, делегировать лучших ребят на всероссийский слет юно-армейцев, который пройдет в Москве уже в середине мая месяца. В том числе общение ребят, которые... Но они ведь тоже общаются в каких-то разных направлениях, да? Конечно, здесь они здесь со своей спецификой. Их как раз интересует патриотическое воспитание. Где-то военное, где-то гражданское патриотическое воспитание. Ну и как министр обороны наш сказал, что основная задача это не только подготовка будущих ребят, которые встанут в вооруженные силы. Это как раз мотивация молодых ребят вообще быть защитниками своего отечества в гражданской жизни. Это поддержка их и возможность им дать пострелять из всего, что дозволено, покататься, попробовать себя на разных видах техники. На самом деле это зажигает глаза. Когда ребят увидят на бронетехнике, когда они посещают внутри, когда есть возможность прикоснуться к этому, у них абсолютно другие эмоции. На самом деле это и командный дух, это и такая гордость за свое отечество. Не только за то оружие, которое уже создали, но и гордость за то, что вот они сейчас живут, у них есть эта возможность прикоснуться к истокам. Мне хотелось бы спросить об интернет-викторине. Она у нас проходит почти в течение всего года. Можно ли уже подвести какие-то первые итоги? Или пока еще рано? Порядка 4 тысяч уже сейчас приняли участие в интернет-викторине. На самом деле мы продлили еще примерно на месяц участие в ней, потому что большой ажиотаж это возможность ребятам проявить себя, узнать историю нашего региона, ответить на определенные вопросы, написать эссе по предложенным темам. Ну, на самом деле, это один из элементов, воспитательных элементов подрастающего поколения. Но ведь там, я так понимаю, могут участвовать не только ребята, но, по-моему, даже и педагоги. Так? Конечно, здесь и конкурс среди педагогов по этому направлению. То есть, эта викторина не просто ответ на некие тестовые задания и не более того. Это целая система, в том числе поощрения, которые разработаны, которые можно пройти. А вот эти тестовые задания, они общие для всех? Или все-таки есть некое подразделение в зависимости от категории участников? Там для студентов и для учителей? Нет, оно не распределяется по категориям. Она общая, она направлена именно на то, чтобы люди, в принципе, люди узнали Новосибирскую область, узнали о тех людях, которые живут в ней, о тех героях, которые создавали наш регион. Расскажите еще, пожалуйста, о фестивале экстремального спорта, который у нас будет на площадке перед Глобусом, по-моему, в июне, да? Да, 1 июня планируется проведение фестиваля экстремальных видов спорта. В этом году мы хотим сделать более масштабным это мероприятие. Это возможность ребятам с разными направлениями экстремального вида спорта, начиная от варкаунта, заканчивая скейтом и так далее, попробовать себя здесь, познакомиться. На самом деле это большие сообщества молодых людей, которые тоже хотят, чтобы на них обращали внимание, чтобы у них была площадка по обмену опытом, мастер-классами, ну и вообще заявить о себе. И возле Глобуса в этом году мы планируем провести это масштабное мероприятие и в том числе познакомить ребят через это мероприятие с традициями и историей Новосибирской области. А какие еще виды спорта? Вы назвали несколько. Там очень много. Начиная от того, что они будут кататься на скейтах, на досках, на вело. Там названия очень такие экстравагантные, там Bimax и так далее. То есть это абсолютно разные будут направления, которые в том числе еще возможно войдут. Еще будет оргкомитет и пока непонятно весь перечень и перечень по возможностям самой этой площадки. Но снег будет 100%. Вы не хотите лично попробовать себя в каком-то виде спорта? Я в большей степени пока приверженец традиционных видов спорта. Для меня... Не экстремальных? Нет. Ну, занятия байдарками можно в том числе считать отчасти экстремальным видом спорта. Но возле Глобуса, наверное, никак не получится. К сожалению, да. Но для этого у нас будет проводиться областной туристический слет, на котором... Расскажите, пожалуйста, когда он будет? Он будет уже у нас в июне месяце. Это возможность более 500 молодым инициативным... Это в Искатимском районе? Да, в Искатимском районе. Это уже более трех лет мы организуем именно возобновленный областной турслет, на котором есть возможность не только спортсменам, туристам с пешим направлением. Здесь будет и авто, и мото, здесь будут и байдарки. И на сегодняшний день мы рассматриваем еще некоторые направления вплоть до парусного спорта, потому что эта площадка позволяет соединить в себе практически большинство направлений туризма, которые можно было бы показать. И наша основная роль, почему это мероприятие приурочено к 80-летию региона, у нас очень большой регион по площади, по своей географии, по своему разнообразию. Здесь есть и скалы по реке Берть, есть и водные артерии, по которым люди сплавляются. То есть у нас очень большое разнообразие, но, к сожалению, молодые люди не знают о них, не знают о количестве водопадов, которые присутствуют на нашей территории, о тех уникальных пещерах, которые у нас есть. Наша основная роль как раз именно познакомить, дать возможность соорганизоваться, ну и, как мы говорим, ножками пройти наш регион. А сейчас еще есть возможность заявиться на участие? Конечно, конечно. Об этой информации можно узнать как в социальных сетях, в группе ВКонтакте, молодежь Новосибирской области, и, конечно, в нашем портале mso.ru. Давайте поговорим об областном проекте, историко-просветительский проект, который называется nso80.rf. Вот что в нем уникального? Ну, в нем уникально то, что этот портал, так скажем, который уже создан, это возможность внести свой вклад в историю нашего региона по тем разработкам, которые есть уже по патриотическому воспитанию, по экологическому воспитанию. Ведь у нас этот год же еще год экологии. Мы в том числе стараемся совмещать некоторые элементы, возможности молодых людей познакомить и с годом экологии, и отнестись более ответственно к окружающему миру. Ну, вот это мероприятие на самом деле еще призвано сформировать у людей чувство деятельной любви. Ну, вот так о нем написано. По-вашему, что это такое? Ну, это сопричастность. Сопричастность к созиданию в нашем регионе. Ну, то есть на деле показать, что действительно регион дорог, да? Да. Оставить частичку себя в создании вот этого, пускай, небольшого портала, где будет раскрыта по максимуму деятельность каждого человека, который оставит свой элемент на этом портале. И вот летом у нас планируется интересное мероприятие. На мой взгляд, это дальний шлюпочный поход. Кто может участвовать? Сколько будет этих участников? Вообще, как это все пройдет? Это мероприятие пройдет у нас летом. Порядка двух тысяч километров ребята пройдут на шлюпке. Это Ял-6. В большей степени здесь ребята, те, которые сейчас уже занимаются подготовкой к шлюпочным походам, это моряки. Значит, более 20 человек их пойдет в этот поход. Моряки уже по профессии? Ну, это ребята, которые занимаются в клубах морского дела, так скажем. Они обучаются уже сейчас этому мастерству, чтобы быть некими послами, потому что на самом деле он выйдет из-за наш регион, европейскую часть. И как раз ребята при встречах здесь еще большая просветительская работа. Ребята посещают музеи, исторические памятные места по прохождению маршрута. Это водный маршрут на своих остановках. Они будут в том числе рассказывать о нашем регионе, о той истории нашего региона, о достижениях, о перспективах. Ну и, конечно же, приглашать к нам в гости, так как они будут тоже в гостях, чтобы поделиться своим опытом. Но здесь команда уже сформирована, да? Да, команда сформирована, она тренируется, потому что этот поход не просто так, как говорится, взять ребят, всех желающих. Это должна быть сплоченная команда, подготовленная к определенным условиям и быта, и прохождению этого шлюпочного похода. Это более 30 дней с инструкторами, с медиком в обязательном порядке, но при этом при всем это некая автономная жизнь. Андрей Викторович, мы прислушиваемся как-то к неким запретам, рекомендациям относительно того, что нужно отказаться от подобного вида отдыха у молодежи, но учитывая трагические события, связанные с детьми, которые мы все еще помним, как здесь будет обеспечена общая безопасность? Безопасность является основным, конечно, элементом. Здесь разработана четкая инструкция, каким образом проводить данные мероприятия. Это и выход на взаимодействие с МЧС, и доклад в течение двух раз в день. Там целая система с оповещением. Но и самое главное все-таки наша задача не отказываться от таких мероприятий, оготовить молодых людей к, в том числе, встретить стихию либо чрезвычайные ситуации самим лично. Поэтому эти походы, это сверхдальний шлюпочный поход, он является в том числе и школой жизнью, на которую они проходят, и мы можем быть уверены, что эти ребята в трудной ситуации обязательно справятся. Они будут готовы. Да, они будут готовы. У нас в сентябре планируется межрегиональный автопробег. Расскажите подробнее, какая техника будет, кто может стать участником? Это будет ретропробег. Мы с нашими реконструкторами сейчас оговариваем, конечно же, перечень тех авто- и мототранспорта, которые поедут. Но мы понимаем, что возраст этой техники не позволяет, точнее, их надо готовить к определенным условиям. Это порядка 800 километров. Здесь будет задействован еще ближайший Алтайский край. Но это тоже будут некие послы с исторической миссией рассказывать о нашем регионе, ну и популяризировать наш регион. Скажите, вот кроме тех мероприятий, о которых мы с вами уже поговорили, какие еще предстоят какие-то наиболее такие яркие, значимые? Ну, конечно же, значимым мероприятием будет наш молодежный форум, форум «Про регион». В одном названии, которое уже стало традиционно, «Про регион», мы будем говорить о нашей Новосибирской области. И не просто говорить. Это порядка 500 молодых людей, которые съезжаются со всей территории Новосибирской области, которые регистрируются на едином портале молодежном «АИС Молодежь России». Без этого портала, без регистрации, мы сейчас не отправляем ни на один из форумов, как на всероссийский уровень, так и на международный уровень. Этот форум как раз площадка для обмена опытом выработки новых технологий и внедрения их в конкретном муниципальном образовании. То есть это приезжает примерно по 10 человек от каждого района Новосибирской области, городов, которые здесь нарабатывают, получают от экспертов знания, навыки для того, чтобы приехать в свой район и уже внедрить те или иные направления, с которыми они сталкиваются, но которые были бы им интересны для реализации. Эти направления абсолютно разные. Это от волонтерства, предпринимательства, инновационной деятельности, команд по парламентаризму и так далее. То есть это абсолютно вся палитра молодежной политики. Давайте еще раз обозначим для молодых людей, где можно узнать информацию о каких-то мероприятиях, о том, как стать участником, как подать заявку. Ну, конечно же, мы всех приглашаем в группу ВКонтакте в социальных сетях, потому что мы понимаем, что молодые люди в большинстве своем именно там. Это молодежь Новосибирской области, это портал Новосибирской области mnco.ru Ну что ж, Андрей Викторович, спасибо за информацию. Я желаю вам успехов в вашем деле. Спасибо. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова